Время новостей на нашем канале. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. По факту аварии в Шахтинске возбуждено уголовное дело. Об этом в кулуарах Сената заявил заместитель генерального прокурора Осет Чиндалиев. Не первый случай, но тем не менее руководство Арселор Миттерл как работало, так и работает в Казахстане. То есть они заплатили штраф и дальше продолжают работать. При этом заработная плата шахтеров так и не растет. Шахтеры умирают за зарплату в 300 тысяч. А генеральная прокуратура как надзорный орган, мы видим, особо мер никаких не предпринимает. Я сейчас вам не могу сказать. Вы официально обращаетесь в органы генеральную прокуратуру через пресс-службу. Вам соответствующую информацию предоставят. А в чем проблема оперативно ответить? Вот трагедия случилась. Почему наши государственные органы оперативно не отвечают? Сейчас оперативно, я вам сказал, дело расследуется, дело возбуждено, дело расследуется. По итогам его будет принято решение, кто виноват и в чем причина. Тем временем специальная комиссия разбирается в причинах и обстоятельствах происшествия. Напомню, сегодня ночью на шахте имени Ленина произошел выброс газа. Погибли пятеро шахтеров. Еще четверо пострадали. В больнице находится наш корреспондент Юлана Чаус. Она на прямой связи. Юлан, скажите, удалось ли у врачей узнать о состоянии шахтеров? Добрый день. Да, мы находимся сейчас у приемного покоя клиники Миномо-Клажаново. Именно сюда были доставлены все четверо пострадавших. Двое пострадавших с отравлением газом метаном находятся в токсикологическом отделении. И, как известно, уже они переведены в обыкновенную палату. Состояние их более-менее стабильное. А вот сюда, в основной корпус, буквально недавно были доставлены еще двое пострадавших, которые получили травмы различной степени. И сейчас к нам вышел заместитель главного врача этой клиники. От него мы можем узнать последние новости о состоянии шахтеров. Каково они состояния? Доставлено двое пациентов в тяжелом состоянии. Диазмом некомбинированная травма. Открытое сердечно-мозговое. И отравление парами газом. При положении метан, угарный газ. Больные у нас все очки. В данный момент беспециализировано в отделении реанимации. Проводится подготовка оперативных обоих пациентов. Будет идти к вероактивнической обрегации. То время, за которое их нашли и доставили, оно повлияло каким-то образом на нынешнее их состояние? Или все-таки спасатели в шахте отработали на рна? В первую очередь всегда влияет время доставки. И сама тяжесть к полученным травмам. Это основной факт. В побоях тяжелые травмы. Ну вот вы видели, когда подставляли одного, он совершенно бледный, совершенно почти... Но они оба в сознании, да? Спасибо, что они в сознании. Но в дальнейшем состоянии может быть не вовремя не оперировать. Но вы готовы уже оперировать сейчас, насколько вы? Это операционная газа, мы были на операционной бригаде готовы. Сейчас, ну, я думаю, что... Поделок часа и ходить операции. Ну, то есть все необходимые предварительные обследования уже завершены? Или еще какие-то продолжаются? Нет, все обследования уже практически завершены. Проводятся подготовительные операции. Подготовительные мероприятия операции. Они оба в каком возрасте и как это может повлиять на исход? Оба молодые. Как это может повлиять на исход? В молодой возрасте. Хороший прогноз. Ну, конечно. Да, пока накрутить эти двери, но будет ясно после операции и после первого сада. Дальнейший прогноз будет остановиться. Спасибо огромное. Мы отбираем ингредиентом. Спасибо. Ну, вот такая информация к данному часу. Продолжаем следить за происходящим на шахте и за состоянием здоровья пострадавших. Спасибо. Юлан Чаус была с нами на прямой связи. Мы идем дальше. Соболезнования родным и близким погибших в ЧП на шахте Арселор Миттл Тимирдау выразил глава государства. Об этом телеграм-канал Борт номер один пишет. Косым Жмартукаев направил телеграмму со словами соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Кроме этого, он поручил правительству и Акиму Карагандинской области принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших. В Арселор Миттл Тимирдау прокомментировали трагедию на шахте имени Ленина. Сообщение опубликовано на официальном сайте предприятия. В компании признали, что потрясены произошедшим и принесли извинения за гибель горняков в результате случившегося взрыва. В публикации горно-металлургический гигант отметил, что оперативно работает с аварийными службами и властями и также пообещали оказать помощь семьям погибших. В момент аварии на Шахтинных под землей находилось 106 человек. Пострадавших из них 9 человек. 4 человека находятся сейчас в данный момент в больнице. 5 человек погибло. Сейчас производятся аварийно-спасательные работы. Мы приносим свои извинения семьям погибших, коллегам наших шахтеров. Всеми погибших пострадавших шахтерам будет оказана помощь. На месте трагедии в Шахтинске продолжает работать наша съемочная группа. Марина Золотарева на связь со студией по телефону. Она готова рассказать последние новости. Марин, я так понимаю, информации не так много, но все-таки, может быть, удалось что-то выяснить? Здравствуйте, Алмаз. Да, нам удалось попасть на территорию шахты имени Ленина. Здесь обещали провести брифинг и рассказать о подробностях об аварии. Однако брифинг до сих пор не состоялся. К данному часу нам удалось поговорить с инженером профсоюза угольщиков Каргау. Специалист пояснил, что ликвидационные работы на месте аварии еще продолжаются. И эксперты пока не получили туда доступ. Предварительно произошла техногенная авария со вспышкой метана. Также в департаменте полиции нам сообщили, что уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил безопасности приведения горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Остальные подробности нам обещают сообщить на брифинге, который пройдет с участием министра по ЧАЭС. Пока вот у меня вся информация, Алмаз. Спасибо. Будем ждать новые подробности. Марина Золотарева была с нами на прямой связи по телефону. Накануне на металлургическом комбинате Арселор Миттл Тимиртау произошла разгерметизация фланцевого соединения, что повлекло возгорание коксового газа. Трагедию удалось избежать. Сотрудники комбината быстро ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Остановки и потери производства не потребовалось. Причины и обстоятельства выясняют. Происшествие в Шахтинске готов прокомментировать эколог Дмитрий Калмыков. Дмитрий Евгеньевич, добрый день. Как нас слышно? Здравствуйте. Слушно, прекрасно. Хорошо. К вопросам. Мы уже знаем, что не в первый раз на предприятиях Арселор Миттл Тимиртау происходит ЧП. По вашему мнению, насколько ответственно к работе подходит компания? Соблюдаются ли какие-то нормы при работе, в том числе нормы экологического кодекса? Прежде всего, хотелось бы выразить соболезнования пострадавшим и семьям погибших. К сожалению, вот к вопросу, сделано ли достаточно, ответ очень простой. Пока люди продолжают гибнуть, это значит, что компания делает недостаточно. То же самое и в сфере охраны окружающей среды. Выбросы компании ядовитых веществ при ее производстве не падают в последние годы. Несмотря на то, что компания выделяет значительные средства, десятки и сотни миллионов долларов. Но у общественности сложилось впечатление, что эти средства не инвестируются, не вкладываются, а скорее осваиваются. Потому что раз люди продолжают гибнуть, у нас получается не меньше двух человек на каждый миллион тонн добытого угля гибнет. И сколько я не участвовал в экологических проверках со стороны государства, вот сколько раз их проверяют, всегда обнаруживаются десятки различных нарушений. Это говорит о том, что они нарушают все время все, что можно. Ну вот касательно нарушений, да, их пресекают. Я, насколько помню, мы об этом тоже рассказывали. И также говорили о том, что они выплачивают потом по итогу штраф. И совсем недавно, кажется, поднимался вопрос о том, чтобы поднять уровень штрафов. Суммы сейчас стали вроде бы внушительными. Но тем не менее, насколько они соответствуют масштабам деятельности такой большой компании? Ответ тоже, к сожалению, очевиден. Раз компания не уменьшает выбросы, и количество смертей, не оправданных на производстве, не уменьшается, значит, эти штрафы на них никакого влияния не оказывают. Да, это для них косметические деньги. И в разговоре в частных приватных беседах даже руководство их штаб-квартиры в Люксембурге мне вот лично говорило, но мы просто вкладываем это в себестоимость. Это неизбежные издержки. Они наши жизни и здоровье считают неизбежными потерями при бизнесе. А вот позвольте уточнить, я понимаю, что это такая большая система работы в рамках этого предприятия. Насколько осведомлено высшее руководство в происходящем? Или это все решается как-то на региональном уровне и дальше не идет? Мы подняли очень правильный вопрос. Понять это невозможно. Высшее руководство, их индийские руководители ведут себя очень дипломатично, выражают дружелюбие, обещают сотрудничать, подписывают многочисленные меморандумы, дорожные карты, в которых они обещают улучшить все и вся. Когда дело спускается до регионального руководства, нам прямо говорят, что вы лезете, чего вы хотите, зачем вы к нам пристаете, отстаньте. В общем, да, у них есть два уровня общения. Политический, дипломатический, красивый, а вниз к общественности и к народу хуже некуда. И позвольте ваше мнение, как можно ситуацию все-таки впредь решить, кто должен подключиться в эту цепочку решения таких подобных ситуаций, чтобы действовать не по исходу, а все-таки предусмотреть и предугадать, чтобы такого не происходило впредь. Так, Дмитрий Евгеньевич, вы нас слышите? Хорошо, мы немного позже вернемся к нашему эксперту. Это был эколог на прямой связи с нами. Мы обсуждали трагедию в Шахтинске. Идем дальше. Американские предприниматели Лон Маск планируют уволить около половины сотрудников Твиттера. Об этом сообщает Bloomberg. Сообщается, что под сокращение попадут почти 4 тысячи работников из 7 с половиной. И при этом оставшимся в штате запретят работать удаленно. Уточняется, что эти меры направлены на понижение расходов. Напомню, Илон Маск совершил сделку по покупке Твиттера в конце октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. Протест в боливийском городе Лагурдия перерос в беспорядке. Стычки произошли между демонстрантами, которые перекрыли проезд, и теми, кто пытался его разблокировать. Люди бросают петарды, сжигают шины. Пришлось вмешаться даже полицейским. Чтобы разогнать толпу, они применили слездачевый газ. Не менее 9 человек арестованы. Митинги в стране, отмечу, длятся почти неделю. Люди выступают против решения власти о переносе переписи населения и жилищного фонда на 2024 год. Они настаивают на проведении ее, как и планировалось в следующем году. По их мнению, перенос негативно повлияет на бюджет региона и распределение экономических ресурсов в будущем. В Лиссабоне в эти дни проходит международная IT-конференция Web Summit. В этом году в предприятии приняли участие более 100 тысяч человек. Свои проекты там представили 70 тысяч специалистов со всего мира. Было представлено порядка 2 тысяч стартапов. Основанная в 2010 году IT-конференция является одним из крупнейших технологических мероприятий, объединяющих людей и идеи, которые способны изменить мир. Менее чем за 6 лет мероприятие превратилось в компанию с более чем 150 сотрудниками. Треть ледников в мире может исчезнуть к 2050 году, в их числе те, что расположены в Доломитовых Альпах в Италии. И также в Йосемицком и Йеллоустонском парках. Это в США. Соответствующий отчет опубликовала ЮНЕСКО. Причиной эксперты называют глобальное потепление. Организация отмечивала отслеживать более 18 тысяч ледников на 50 объектах Всемирного наследия. Ежегодно они теряют до 60 миллиардов тонн льда. Для сравнения, столько воды Италия и Франция расходуют вместе в год. Таяние ледников может привести к береговой эрозии и увеличивает риск возникновения циклонов, говорят экологи. Для их защиты необходимо резко сократить выбросы углерода. Сильные осадки, ветер, гололед ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня. Об этом сообщает КАЗ «Гидромет». По данным метеорологов, дождь и снег пройдет сначала на северо-западе и на севере страны, а позже в горных и предгорных районах юга, юго-востока, юго-запада республики. Ожидается туман, гололед, усиление ветра. В северо-западных и северных регионах в том числе будет низовая метель. Резких скачков температуры не ожидается, так обещают сообщения. С ростом рынка недвижимости вполне закономерно, что в стране увеличивается спрос на сопутствующие услуги и производство мебели не исключение. Только все чаще вместо заветной кухни или гардеробного шкафа казахстанцы теряют деньги. Как не попасться на удочку псевдомастеров-мебельщиков, разбиралась Айша Усимбекова. То есть он только каркас к кухне принес и шкафа прихожей. Без дверей этого, соответственно, вообще ничего не было. Деревянный мусор в стиле хай-тек. По-другому Азамат Рахмет назвать свой прежний интерьер в квартире не может. Действовал, как все. Можно сказать, по инструкции. Приценился, изучил интернет-магазины, а дальше мебель на заказ, халтура, долги и потерянные нервные клетки. Прошло много времени, саппар не появлялся. На звонки он не отвечает, ни на один звонок он не ответил. Был уже критический момент, когда нам уже хотелось заехать в новую квартиру. И уже, как сказать, входили в кредит, брали ипотеку, у родственников занимали. Ну, хоть как-то уже, чтобы заехать в новую квартиру. Позже выяснилось, этот псевдомастер обманул уже больше 10 человек. Дело завели. Следствие продолжается уже больше года. Предоплату 70%, полтора миллиона тенге исполнитель и не собирается возвращать. Мы работаем как в допретензионном порядке, то есть, что это подразумевает. Во-первых, мы консультируем людей, рассказываем, как вести себя в той или иной ситуации. Это первое и важное. Второе, причем консультируем мы не только по телефонам горячих линий, но и в офисе. И у нас есть аккаунты во всех соцсетях. Мало того, в Телеграм-канале есть Телеграм-канал и Телеграм-бот. Все те, кто к нам обращается, мы ведем по всем инстанциям. Корень проблемы – правовой нигилизм, считают эксперты. Проще говоря, люди не знают свои права или не хотят ими пользоваться. Плюс ко всему нет доступной информации. Что-то вроде списка недобросовестных предпринимателей для подстраховки и, желательно, в электронном виде. Еще 30 лет назад люди приобретали мебель в магазинах. Покупатель мог увидеть воочию товар, оценить качество материала, подобрать дизайн. Сейчас же в мебельных салонах нет очередей. Полностью обустроить квартиру можно в интернете. В один клик мышки можно заказать что угодно на любой вкус и цвет. Удобно, но небезопасно. Мошенники и так называемые халтурщики орудуют 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Распознать мебельных аферистов или недобросовестных мастеров сложно, но возможно. Надо просто четко следовать инструкции. Собирать всю информацию о поставщике, проверять положительные отзывы чаще всего это пустышка. И главное детально изучать договор, реквизиты, печати, подписи. Договор на изготовление мебели это тот же самый договор подряда. Он относится к договорам подряда и должен содержать обязательные свои условия, то есть реквизиты сторон, права и обязанности, в какие сроки должна осуществляться оплата денег, когда должен быть изготовлен окончательный продукт, корпусная или иная мебель, и какие штрафные санкции предусмотрены за нарушение сроков изготовления. Впрочем, даже при наличии договора вернуть свои кровные, не говоря уже о возмещении морального ущерба, удается далеко не всегда. Чаще всего правоохранители даже не рассматривают подобные дела и отправляют участников спора в гражданский суд. Но и там, если ответчик не платежеспособный, вернуть потраченную сумму получится не скоро и наверняка по частям. Айшау Сембекова, Мурат Арибханов, Хабар, 24. Мебель почти на 50 миллиардов тенге изготовили в Казахстане с начала года. Самый большой показатель у города Алматы, где сосредоточено 30% всех предприятий отрасли. Следом идут Алматинская, Карагандинская и Павлодарская области. По прогнозам экспертов, объем производства вырастет еще больше, поскольку следующим летом истекает срок моратория на закуп офисной мебели для госорганов и квази-госсектора. Вырос также объем инвестиций в мебельную промышленность. За последние 9 месяцев в нее вложили больше 3 миллиардов тенге. Это в разы больше, чем в прошлом году. Мы вернемся к главной теме выпуска. По факту гибели шахтеров в Карагандинской области возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Спецкомиссия, которая должна разобраться в причинах и обстоятельствах происшествия, к работе пока не приступила. На месте ЧП продолжается ликвидация аварии. Напомню, сегодня ночью на шахте имени Ленина произошел выброс газа, погибли пятеро шахтеров и еще четверо пострадали. Мы будем следить за развитием ситуации. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова